Уборочная на Могилёшине набирает добрые темпы. Сучасные технологии на службе у Могилёвской областной больницы урачи подлечили эффективность нового обсталявания. У давнейшей индустрии рыхтуются до профессийного свята. Первый экипаж тысячник появился на Могилёшине. Тандем хлеборобов Ивана Солоновича и Ивана Багиля с кировской господарки «Рассветами Орловского» не у першиню задает добрый темп уборцы урожаю. Я не допомагаються своё господарцы и у всякого Кировского района. Тут убрали амальчверть по сяонных площу. Это так само лепший выник по в области. Два Ивана уполи с ранку до позднего вечера. Убирают азимую пшаницу и ячмень. Кажуть, урожай с божжевых и зернебобовых всё ли это добрые. Сегодня начали в 6 утра. И вчера до 22 убирали. Ну, пока до дождя. Работаем уже третий сезон вместе. Намалачиваем каждый день от 100 до 150. В зависимости от погодных условий и урожайности на поле. Но это не предел. Для Ивана Леонидовича это 31 уборочная. Уборочная у его молодого коллеги восьмая. Змалку Иван Багель ведает, как тяжко и пачесно убирать хлеб. За добру працу и приклад к коллегам у знагорода и слова подяки от Министерства сельской господарки, мясцовых уладов, профсоюза. Особисто повиншавау хлеборобау намесник премьер-министра Беларуси Михаил Руссы. До того ж, подчас визиту на Могилёшчину, и он проинспектовау ход полевых работ у регионе. Приятно быть на поле таком. Крестьяне вырастили очень хороший хлеб. Его просто надо организованно, качественно убрать. Всё для этого есть. Техника, топливо. Надо, чтобы были только организаторские способности. Михаил Руссы нагадал про десятильдённый запас палева, який повинен быть в господарках. Про биражливые относины до техники и на явность минеральных угноеньев, что потребны до селбы азимых. Дорога, азимы рапс треба посеять до 20-го жнюня. Дага этой даты треба скончать и уборку. По намолотах с божевых и зернебобовых лидирует Кировский район 15 тысяч тонн. Амаль 11 тысяч у Бобруйским районе, по 8 тысяч у Могилёвским и Быховским. А выслепшая урожайность у аграры у Шклоушчины больше 54 центнеры с гектара. Жнево протягивается. Алена Салоёва, Василь Фаталию, Новины региона. Двух працонников засыпало грунтом у горках. Один человек загинул, другой отрывал травмы. Трагедия отбылась подчас проведения земляных работ на улице Мира. Працонные прокладывали канализационную траншею. Выник у порушения грунта, двух человек засыпало землей по груди. До приезда вратовальников их спробовали откопать видоводцы. Однако до помахчи потерпелам смогли только супрацонники МНС со специнструментом. Потерпелых с травмами разной ступени тяжкости передали медикам. Однако одного с потерпелых вырытывать не смогли. Обставины здоровья высветляются у працонники Следующего комитета. До инших падей. У Бабруйску активизывалось будовництво школы у микрорайоне Заходний. Узводить ее начали у 2011 года. По объективных причинах работы были припынены. Зараз тут працуют специалисты Буттреста номер 13. Школа у Бабруйске микрорайоне Заходний различена на 1020 лучню. Спроектованы не только просторные светлые классы, аллеи, две спортивные залы, бассейн. До конца 2017-х плануется завершить монтаж отепляльной и канализационной систем, оформить фасады. Сделать внутреннюю электрику, сделать в первую очередь отопление, для того, чтобы в осенне-зимний период продолжить внутренние работы. Решили, что эта школа должна быть одна из лучших в Беларуси. Объект не один. На Усписе работ коллективу Буттреста 13. Работаем на терапевтическом корпусе в городе Осиповичи, строительно-монтажной работы. Работаем на трех домах в городе Кличеве, подготовка к дожинкам. Также вышли по строительно-монтажным работам на Российской Федерации. Строительство двух домов в городе Лабытнанги, Салехардская область, под ключ. Сдавать объекты под ключ допомогает уластная вытворчесть. Мы выпускаем для строительства ригеля, колонны, плиты пустотного настила. Также мы выпускаем строительные смеси, то есть растворы бетонные. Сжали за бетонных конструкций, створают каркасы для школ, больниц, поликлиник и сельских господарших побудов. Объемы вытворчести вылишиваются у сотнях тысяч рублей. В ближайших планах будовнику Треста номер 13 завершить бассейну глузку и реконструкцию жилых домов у Кличеве. Диана Унфольд, Иван Боровы, Новин Регионы с Бабруйском. Выездный прием грамадян по особистых пытаниях проведет старшиня дзяж комитету по навуце и технологиях Беларуси Александр Шумилин. Сустрэча отбудется учать вер 10-го жнивня у Могилевским облвыконкаме. У отделе по работе со зворотами грамадян. У названный день с 8.45 и до 10.01 Александр Шумилин будет отказывать на все ваши пытания и пропановы. До речи, попереднее записаться на прием можно по номерах у Могилеве 32-67-21 32-71-53 23-02-55. Больше за 300 пациентов в областной больнице могли у нас обе отшули самые передовые технологии у микрохирургии ВОК. С початку года у лечебной установки на полную могутность выкористовывают новую установку, с допомогой якой можно, например, заменять вочный хрусталик без швов и с минимальной верогодностью ускладнению. Леонид Александрович рыхтуется на выписку. После операции мужчина читает навод самый низкий родок у таблицы и на самом речне верить своим вочам. Его история хворобы подобная на иншее. Раптом высветлил, что одно ВОК не бачить. Обследование показало катаракта. В четверг приехал, в пятницу сделали операцию, три дня, это суббота, пятница, суббота, сегодня походил с повязкой, понедельник открыли, я стал смотреть, видеть так же, как видел когда-то молодость. Процесс реабилитации проходит больше худко, зрушно працовать на новом обсталевании и урачам. Дарыш и подобные операции довольно запотребованные в регионе. В среднем за год у отделения трапляют около 1200 пациентов с катарактой. Эта операция малоинвазивная, делается через маленький разрез и пациентам ставится мягкая гибкая линза, которая более эффективна, чем жесткая. Не накладываются швы, которые не ведут к осложнениям в плане качества зрения после операционных. Управление Департамента финансовых расследований 25 годов. Под час своего заявления в начале 90-х эта силовая структура была укомплектована лепшими кадрами злику супрацовников милиции и податковой инспекции. И сегодня этому ведомству по силам супредстоять финансовой и экономичной злочинности. Супрацовники управления ожицевляют контроль за метовым освоением бюджетных сроков и кредитных ресурсов, которые накированы на финансовании держпрохрам. Ведут боротьбу с коррупцией, утуиванием от выплаты податков незаконной партпромагентской деятельностью. Больше сотни выявленных преступлений экономических и коррупционных. Это свыше трех миллионов белорусских динаминированных рублей поступило живых денег, как мы называем на сегодняшний день в бюджет. Это серьезные суммы и, скажем так, чтобы как-то сориентироваться на уровне других областей, это, скажем так, не худший результат, а в республике он третий. Со святом сопрацовников УДФР пришли повеншовать кероники улады, простойники усих силовых ведомств, лепшие из лепших сопрацовников финансовой милиции отримали грамоты поддяки нагрудные знаки. Наталя Ильинич, Миколай Соболев, Новины региона. Мстислав снова утворился город Средневечия. Тут распочался 10-й юбилейный рыцарский фест. Его программа сегодня это як Николе разнастайное, кажутся организаторы. У фесті примаюць удела маль 300 воина у 39 рыцарских клубов з розных городов Беларуси и России. Так само на свято приедуть народные умельцы и шматляки музычные, францовальные и театральные коллективы. Разнастайными забавами будзе насыщенный рыцарский блок. Гости фесту станут светками середневечных турниров, побачить баталии лучников, тактичные бугурты, массовые бои и театрализованный штурм замку. На свято так само будзе лазить конные забавы, майстер-классы, пасторада у них танца. У тематичным парку забаву пропануюць пасторляць злуку и арбалету. Тут можно будзе метать копьи, паудельничать убои на мягких мячах. Не обыдеться и без традиционных экскурсий. Настрой свято патрымают шматликие концерты, дискотека и фаер-шоу. У недели шоуста гажнивня у Могилёв пройдя хрысный ход. Он присвечен 300 годзю дня народжения выбитного историчного дейча и святера Георгия Канискага. Хрысный ход почнется одразу пасля заканчанья литургии у Спаса Преображенским Саворы, что на Пушкинск проспекте. И будзе сейчас другий хрысный ход до Дому Канискага пройдя Змекольскага Жаночага Манастыра. У сувезе с Гэтым, по информации Дяжа Утой инспекции, плануется часово перекрыть рух, каб не перешкальжать удельникам хрысного хода. Рух громадского транспорта будзе организваны з уліком перекрыця. Наши новины вы можете почитать и на сайте tvrmogilio. Я с вами развитуюся доброго вам настрою. Редактор субтитров А.Семкин